Впервые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Города, прошли в Саду 1 мая. Местные власти обещают, что и после торжества в этот сквер будет обеспечен свободный доступ для посетителей. В честь общегородского праздника в Саду 1 мая состоялся выпускной бал учащихся школы для девочек имени Вячеслава Зайцева. Меня привела мама сюда, и я начала туда ходить. Мне очень понравилось, очень замечательные занятия, много всего интересного я оттуда узнаю. Мне нравится очень дефиле, актерское мастерство, психология общения и много всего другого у нас там есть. Занятия в этой школе будут полезны для любой девочки. Их преподаватели стараются раскрыть талант в каждом ребенке. Программа обучения ориентирована прежде всего на духовно-нравственное воспитание детей. Мы не воспитываем модель, как это принято думать. Раз рядом Вячеслав Михайлович, значит обязательно рядом должна быть профессия модель. Нет. То есть это школа для всех девочек. Мы даже не проводим кастинги. Потому что, на мой взгляд, кастинг для ребенка – это абсолютно неприемлемая вещь. Каждый ребенок может прийти, было бы желание его и было бы желание родителей. В этом году платье девочек шито из уникальных ивановских ситцев, подаренных фабриками специально к Дню города. Вячеслав Зайцев старается в возможности каждый год приезжать в Иваново, чтобы оценить успехи подрастающего поколения. Давно сложившаяся традиция – принимать участие в торжествах, посвященных Дню города. Выпускной бал-парад школы для девочек, как правило, совпадает с этим знаменательным для областного центра событием. Я считаю, что очень здорово. За год очень большие успехи сделаны. Во-первых, поменялся образ, поменялся стиль. Очень здорово. Девчонки по 12 лет покорошили все. Я получаю огромную довольность от встречи. Очередной визит модельера в Ивановскую область намечен на середину июля. В Лёсе состоится традиционный фестиваль «Льняная палитра». Специально для этого события подготовлен сюрприз, связанный с миром высокой моды. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.